Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Китайские СМИ распространили информацию, что в Китае снимут ремейк популярной корейской дорамы «Мудрая жизнь в больнице». Сообщается, что съемки запланированы на июнь этого года, а трансляция на 2025 год. «Мудрая жизнь в больнице» – это медицинская дорама о пяти лучших друзьях, которые работают в больнице. Сюжет дорамы и актерская игра покорили зрителей. Сериал завоевал высокую популярность и был лидером рейтингов. Также сообщается, что создатели ремейка планируют привлечь к съемкам самых топовых актеров. Конечно же, многие китайские нетизены задались вопросом, а нужен ли ремейк и смогут ли китайские создатели повторить успех оригинала. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Пак Хён Шик и Пак Шун Хе недавно приняли участие в фотосессии для модного журнала «Эй Корея». Новые фотографии красиво передали живое и игривое взаимодействие между двумя актерами. Помимо фотосессии, Пак Хён Шик и Пак Шун Хе дали интервью, рассказав о работе в новом проекте. Романтическая комедийная дорама «Доктор в кризисе» повествует тоном Ханы и Йо Чу Ну, чья изначальная неприязнь перерастает в любовь. Оба персонажа когда-то имели процветающие карьеры, но столкнулись с кризисом из-за различных трудностей. Ханы и Чу Ну были соперниками в старшей школе, которые не могли терпеть друг друга, и их пути разошлись по окончании школы. Тем не менее, судьба неожиданно цвела их снова в комнате на крыше, когда обоим пришлось оставить работу врачей, что и привело к забавному повороту в отношениях. Пак Шин Хе возвращается к актерской работе после трехлетнего перерыва и исполнит роль доктора Нам Ханы. Она поделилась мыслями о своем возвращении. «Я всегда ощущаю напряжение, когда начинаю работать. История новой дорамы – это не то, что может произойти в нашей обычной жизни, и у меня была возможность спокойно прочесть сценарий. Я почувствовала привязанность к персонажу Нам Ханы, который старается в своей профессии делать все возможное для людей. Даже если кто-то выглядит хорошо снаружи, он может чувствовать себя плохо внутри». Пак Юн Шик рассказал. «Я смог посочувствовать теме кризиса. Думаю, эта история найдет отклик у тех, кто живет напряженно день за днем в нашем обществе. Я надеюсь, что эта дорама сможет утешить каждого, как утешила меня». «Доктор в кризисе» выйдет на экраны 27 января. Дорама будет транслироваться на JTBC по субботам и воскресеньям. Зрители в Южной Корее также смогут смотреть ее на TWIN. Кроме того, сериал будет доступен на Netflix в некоторых странах. Стало известно, что создатели южнокорейского фильма «Сеульская весна» снимут свою версию о трагических событиях во время битвы при Чусинском водохранилище, которая произошла во время Корейской войны между силами Китая и силами ООН. Боевые действия между противниками начались в 1950 году в конце ноября, когда армия Китая вошла на территорию Чусинского водохранилища. За две недели сражений в 40-градусный мороз обе армии понесли колоссальные потери. Известно, что большая часть потерь была не боевыми. Солдаты умирали от обморожений. В 2021 году вышел китайский полнометражный фильм «Битва при озере Чань Цин». Это китайский вариант названия Чусин. Кинокартина имела кассовый успех и побила рекорд, собрав более 5 миллиардов юаней в прокате. Фильм произвел огромное впечатление на зрителей. Многие приходили к мемориалам, связанным с этими событиями, чтобы отдать дань погибшим героям. Сейчас идет работа над сценарием корейской версии. Конечно же, южнокорейские кинематографисты расскажут историю противоположной стороны этого конфликта. Известно, что президент Южной Кореи Юн Цок Ёль в одном из интервью упомянул битву при Чусинском водохранилище, сказав, что США в то время столкнулись с угрозой свободы и возглавили защиту. Он также отметил успехи первой дивизии морской пехоты США, которая участвовала в этой битве. Примечательно, что в китайских СМИ также сообщили о съемках, но написали о том, что в Южной Корее снимут ремейк битвы при озере Чаньцзин, что вызвало недоумение у китайских пользователей сети. Ким Джиук может сыграть в новой дараме. Сериал романтический фильм расскажет о жизнях молодых людей, которые притворяются, что все в порядке, сталкиваясь с трудностями. Они хотят найти любовь и исполнить свои мечты, но страдают от изнурения и выгорания. Сценарист дорамы Лина Аин, работавшая над проектом «Наше любимое лето». Ранее стало известно, что появление в дораме обсуждают Пак Бо Йон, Чве Ушик, Ли Джун Йон и Чон Су Ани. По информации СМИ, Чве Ушик сыграет Го Геома, бывшего актера, который стал кинокритиком, а Пак Бо Йон выступит в роли режиссера Ким Му Би. Лим Джун Йону предложили роль загадочного Хон Ши Джуна, который мечтает стать гениальным композитором. Чон Су Ани сыграет подругу Го Геома и Хон Джи Ху Джуна, успешную сценаристку, которая выросла, не испытывая нужды, и продолжает жить легкой жизнью. Стартовали съемки исторической дорамы «Идеальная пара», продюсером которой выступил Ю Джен, который работал над ароматом времени, покорением дворца Ян Си, императорской кухни и многими другими. Главные женские роли исполняют Лу Юй Сяо, У Сюань И, Лю Сэ Нин, Кэ Ин, Хуан Ян, Дянь Тянь, а главные мужские Чэнь Хэ И, Ван Син Юэ, Чан Лун, Ли Мин Дэ и Вин Вин из Нсити. Действие дорамы происходит во времена династии Северная Сун. У госпожи Ли из богатой семьи в Ло Яне пять дочерей. Старшая рана обдавела и ненамерена повторно выходить замуж. Третья дочь своенравна и темпераментна, за что получила прозвище Рыжий Тигр. Четвертая сестра добродетельна, с приятным милым голосом, но прямолинейна. Младшая избалована и у нее слишком высокие запросы. Каждая сестра прославилась в Ло Яне красотой и талантами, но женихи не спешили свататься. Госпожа Ли принимает решение перевести дочери в столицу Бян Цин, где живет ее вторая замужняя дочь, чтобы найти для них достойных избранников. Но все не так просто, как хотелось бы. Вторая сестра закрывает двери для своих незамужних сестер. Госпоже Ли приходится непросто, однако вместе с дочерьми она открывает свой бизнес и ищет для них достойных. 20 января стартовала дорама «История юности и любви», главные роли в которой исполнили Ян Цзи и Фан Чен Чен, а также Цзинь Ши Цзя, Вань Цян Юэ, Джу Янь Мань Цзи, Джао Жу и другие. Дорама «История юности и любви» рассказывает о шестерых школьниках, которые знакомы с детства, поскольку живут в городке для сотрудников аэрокосмической отрасли. Они вместе росли, помогали друг другу, на их пути разошлись после окончания школы. Много лет спустя давние друзья встречаются на свадьбе знакомых, каждый из них добился успеха в обществе, однако у каждого есть скрытые раны прошлого. Некоторых волнует вопрос, кто кому нравился, когда им было по 17 лет. Пережив разлуку, герои воссоединяются и обретают любовь. Сценарист «Дорама в движении» Канг Фул вернется с новым сериалом адаптации своего Виптуна «Магазин Ламп». «Магазин Ламп» расскажет истории живых и мертвых, чьи миры пересекаются в загадочном магазине «Ламп». 19 января Disney Plus подтвердили, что в сериале сыграют Джу Джи Хун, Пак Бой Йон, Пэ Су Ну, Ом Тэ Гу, Соль Хён, Ли Чон Ын, Ким Мин Ха, Пак Хё Квон, Ким Дэ Мён, Шин Ын Су, Ким Сон Хва и Ким Ки Хэ. Актеры выступят в ролях таинственных персонажей, которые связаны с «Магазином Ламп». «Магазин Ламп» – это пятый проект канфула в серии психологических загадок. За подготовку сценария, кроме канфула, будет отвечать актер Ким Хи Вон. Чон Гон Джу присоединился к актерскому составу дарамы «Наш Дом». Черная комедия «Наш Дом» расскажет историю Но Йон Вон, которую считают лучшим семейным психологом в Корее. Карьера и семья Но Йон Вон попадают под угрозой из-за неизвестного шантажиста. Женщина объединяется со своей свекровью Хон Са Ган, чтобы защитить семью. 19 января Чон Гон Джу подтвердил появление в дараме в роли Мун Тео. Мун Тео знакомится с семьей Йон Вон после того, как становится наставником ее сына Ду Хёна. С виду Мун Тео доброжелательный и позитивный человек, но его загадочные поступки добавят напряжение в историю. Дарама «Наш Дом» будет выходить на канале МВС по пятницам и субботам. 19 января актриса и модель Рейна Тринду сообщила через социальные сети о том, что она и актер Нао Хиро Ямамото сочетались узами брака. Недавно было опубликовано новое интервью с Пак Су Джуном, во время которого он описал свой первый опыт работы в голливудском блокбастере «Капитан Марвел 2». Пак Су Джун поделился. «Я впервые работал в таком большом проекте с огромным производственным бюджетом, и на площадке все было совершенно по-другому. Все было гораздо более организовано, и все уважали друг друга. Поскольку мы снимали в Великобритании, я думал, что там будут только британцы, но там были люди из разных уголков мира. Каждый день мы начинали свой день, танцуя вместе под вдохновляющую музыку. Это было весело. Однако актер пояснил, что съемки на английском языке стали для него непростой задачей. Режиссер всегда подбадривал меня, говоря, что я хорошо справляюсь. Тем не менее, мне было трудно играть и общаться все время на английском. Затем Пак Су Джун упомянул тему своего короткого экранного времени. Его общее экранное время в фильме «Капитан Марвел 2» составило менее трех минут, что вызвало разочарование у многих фанатов актера. «Это был ценный опыт, который нелегко получить в жизни. Я согласился на эту роль, зная, сколько времени у меня будет на экране. Я не чувствую себя расстроенным из-за своего экранного времени в данном фильме, потому что основной причиной, по которой я принял в нем участие, было получить опыт на съемках в Голливуде. Возможно, этот опыт уже не повторится в будущем. Поэтому я просто благодарен за то, что имел такую возможность». «Капитан Марвел 2» – это американский супергеройский фильм, основанный на Marvel Comics, который является продолжением фильма «Капитан Марвел» и выпущенного в 2019 году. Роли в «Капитан Марвел 2» исполнили Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллайни, Зави Эштон, Сэмюэлл Джексон и Пак Су Джун. Пак Су Джун сыграл принца Яна, харизматичного правителя планеты Алладна. Дорама «Взять себя за шиворот» поделилась первыми кадрами с Ким Хан Иль. Новый трейлер «Взять себя за шиворот» основан на популярном веб-романе и расскажет историю репортера и детектива, которые объединяют усилия для раскрытия серии убийств. Ким Хан Иль сыграет репортера Су Чон Вон, который ведет телевизионную программу под названием «Взять себя за шиворот». Благодаря ее уникальному и прямолинейному подходу к раскрытию правонарушений с саркастичными замечаниями, Су Чон Вон приобрела огромную популярность и привлекла внимание зрителей. На вершине карьеры жизнь Су Чон Вон приобретает неожиданный поворот, когда она становится свидетельницей убийства. На новых кадрах Су Чон Вон предстоит в образе успешного профессионального журналиста. Однако напряженное выражение лица главной героини на последнем кадре заставляет зрителей задаться вопросом, что же произошло с Су Чон Вон. Премьера дорамы «Взять себя за шиворот» состоится в марте. Полиция начала официальное расследование по делу, связанному с покойным актером Ли Сон Гюном. Дело передали полицейскому управлению Южной провинции Кеонги после того, как 15 января полицейское управление Чона запросило за помощь со стороны. Целью данного шага является предотвращение предвзятости и обеспечение справедливости при расследовании утечки информации о деле Ли Сон Гюна. Кинорежиссер Бон Джун Хо, певица Юн Джон Шин, актриса Юн Йо Джон и другие выступили за принятие так называемого «закона» о предупреждении имени Ли Сон Гюна, направленного на предотвращение нарушений прав человека следственными органами. Йо Джун Го может вернуться на малые экраны в новой дараме. 22 января СМИ сообщили, что по информации инсайдеров индустрии, Йо Джун Го обсуждает появление в дараме «Серенаде». Дарамы расскажут историю любви между принцем эпохи Часона, который хочет убежать из страны, чтобы стать счастливым, и молодой девушке из бедной семьи. Она уверена, что если достигнет успеха, то станет счастливой. Йо Джун Го получил предложение на роль главного героя дарамы Пак Йона, принца Часона, который скрывается под личиной затворника безработного. Стало известно, что комедиант и ведущий Часы Хо состоит в отношениях. 22 января его агентство официально подтвердило. Это правда, что Часы Хо уже примерно год встречается с девушкой, не являющейся знаменитостью, которая младше его на 9 лет. Также сообщается, что пара надеется связать себя узнами брака в течение года. Агентство заявило. Часы Хо часто говорила окружающему о своем желании жениться. Он хочет провести свадебную церемонию в этом году. 22 января стало известно, что дарама «Бледный огонь», ранее драма называлась «Унесенный ветром», получила лицензию на трансляцию. Главные роли исполнили Тун Яо и Джан Си Чен. Дарама основана на романе автора Цзю Юэ Си. Тун Яо исполнила роль Нанья, женщины с неспростой судьбой. Казалось бы, в ее мрачных буднях никогда не будет света, но все меняется, когда она знакомится с опасным и таинственным Джоу Ло. В анонсе романа есть строки. «Если нам суждено быть двумя реками, которые никогда не встретятся, я сделаю все, чтобы поменять течение». Точная дата премьеры пока не сообщается. Юн Джин Со родила девочку. Первый ребенок актрисы родился спустя 7 лет брака. Юн Джин Со дебютировала в фильме «Автобусная остановка» в 2001 году и произвела на зрителей сильное впечатление после появления в хите «Олдбой» в 2003 году. Актриса вышла замуж в апреле 2017 года. Ли Сен Ги принял участие в фотосессии в честь 20-летия с дебюта. 22 января «Арена Хомми Плюс» поделились снимками с Ли Сен Ги. Артист привлек внимание антизенов яркими образами, которые немного отличаются от его привычного имиджа. Фотосессия и интервью с Ли Сен Ги появятся в февральском выпуске «Арена Хомми Плюс». Недавно стало известно, что актриса Хуй И Сюань заменит Юань Бин Янь в дараме «Когда цветы опадут, мы встретимся вновь». Скоро состоятся съемки сцен, которые невозможно изменить с помощью искусственного интеллекта. Также сообщается, что исполнитель главной роли актер Ли У Сюэ и присоединится к съемкам. Ранее актриса была вовлечена в скандал с неуплатой налогов. Сначала в неуплатах обвинялась компания Юань Бин Янь, поэтому строгих санкций в отношении актрисы применено не было. Она пользовалась своей страницей на Вейба, а дарамы с ее участием получили лицензию на трансляцию. Однако позднее была проведена дополнительная проверка. Был выявлен факт правонарушений со стороны актрисы. Она не оформила налоговую декларацию в соответствии с требованиями и не доплатила подоходный налог с физических лиц. С Юань Бин Янь взыскали штраф в размере почти 3 миллионов юаней. Ее страница Вейба была заблокирована. Дарама «Когда цветы опадут, мы встретимся вновь» основана на одноименном романе автора Шухе. Это история о небесном боге Цзиньсю и цветочном духе цветка камелии Хуннин. На фестивале цветов, который проводится раз в 100 лет, Хуннин призналась в своих чувствах Цзиньсю, но он заявил, что демоны и боги не могут быть вместе. Вместо этого он предложил камелии встать на путь совершенствования и достигнуть бессмертия. Когда Хуннин узнает, что Цзиньсю женится на другой, она бросает все и обрекает себя на череду инкарнаций, чтобы навсегда позабыть о своей любви. Цзиньсю, вопреки воле небес, готов на все, чтобы возродить Хуннин, которая станет для него испытанием любовью. Также, согласно информации на сайте MyDramaList, права на трансляцию оригинальной дорамы были проданы Японии. Однако, по правилам, трансляция не может быть раньше премьера в Китае, поэтому, если даже в Японии состоится премьера дорамы с участием Юань Биньяди, то не раньше, когда на экраны выйдет обновленная версия с Хуи Сюань. Хан Су Хин и Натали Портман встретились на неделе моды в Париже. 23 января Хан Су Хи поделилась в соцсети совместной фотографией с голливудской звездой. Хан Су Хи подписала свои публикации «Мечты сбываются», подчеркнув восторг от встречи с Натали Портман. Кроме того, Хан Су Хи опубликовала и другие кадры из Парижа. К касту дорамы MTV «Град с дьяволом» присоединились Танака Джури из группы Sixth Tones и Контоне Фуракава. Сериал основан на одноименной манге «Мегу Микоджи» и «Мебу». Сюжет вращается вокруг Теруаса Оды. Теруаса – наследник компании «Ода Групп». Однажды отец Теруаса оставляет ему загадочный ключ дьявола. Человек, владеющий таким ключом, становится очень удачливым. Если кто-то соберет 99 ключей дьявола, он получит все, что захочет. Теруаса Ода путешествовал по миру в надежде раскрыть секрет ключа. Спустя 13 лет он возвращается в Японию и оказывается втянутым в игру с дьяволом. Танака Джури сыграет Юи Сайто, друга детства Теруасы. Котон и Фуракава появятся в роли Юки Манабе. Режиссерами дорамы выступят Тоя Сато, Шунсуке Карияма и Кенту Мацуда. Авторами сценария стали Йошихиро Изуми и Джуничиро Таннигуче. Время дорамы «Игра с дьяволом» состоится в апреле этого года. Дорама TVN «Свадьба невозможно» представила новый тизер перед премьерой. «Свадьба невозможно» расскажет историю неизвестной актрисы Нуа Чон, которая решается на фиктивный брак со своим другом, чтобы впервые стать главной героиней собственной жизни. Но будущий зять Ли Джи Хан отчаянно выступает против свадьбы старшего брата. Недавно выпущенный тизер демонстрирует Нуа Чон в платье невесты, готовящейся к свадьбе по брачному контракту. И таинственный портфель, полный наличных. С неуверенной улыбкой Нуа Чон решает. И я соглашусь на брак. Премьера дорамы «Свадьба невозможно» запланирована на 26 февраля. Новое реалити-шоу от Netflix «Super Rich Stranger» расскажет об экстравагантной жизни 1% самых богатых людей Кореи, проливая свет на их роскошное существование. Шоу раскроет ультра-роскошный образ жизни миллиардеров, которые испытывают глубокую привязанность Кореи, и поделятся нерассказанными историями богатых личностей. Эти супер-богатые незнакомцы могли бы проживать в любой точке мира, но они выбрали Корею за свои любви к корейской культуре. В шоу участвуют такие известные личности, как сингапурский миллиардер Дэвид Йон, эксклюзивный ампассадор корейского бренда класса Люкс Юхера, известная как корейская Беррис Хилтон, член королевской семьи Пакистана Анна, отпрыск итальянского бренда класса Люкс Тео, и Нур Наим, которую часто называют арабской Ким Кардашьян, поскольку она имеет 50 миллионов подписчиков в соцсетях. На что похожа жизнь этих богатых людей, погруженных в корейскую культуру? Супер Рич Стрэнджер предлагает заглянуть в их тайную гламурную жизнь, демонстрируя сцельное общение руководителей люксовых брендов с мировыми знаменитостями на вечеринках по случаю дня рождения и появления на неделе моды в Париже, а также заполнение парковок высококлассными суперкарами. У зрителей также будет возможность заглянуть в гардероб и посмотреть на моду от кутюр, которая остается недоступной для большинства людей. Редущими шоу станут Чон Сэ Хо, Бэм Бэм из Га Цэвэн и Мими Изо Мэ Гёл, а продюсером известный развлекательный продюсер Йон Ум Хёк. Премьера Супер Рич Стрэнджер состоится в апреле на Netflix. 23 января состоялась премьера дорамы Я люблю тебя с Че Джон Хёпом и Никаида Фуми в главных ролях. Я люблю тебя – это фантастическая история любви с оригинальным сценарием, полным романтики и забавных моментов. Йори обладает телепатической способностью слышать мысли людей, когда их взгляды встречаются. Йон Тео – корейский студент по обмену, чьи мысли не подвластны Йори из-за языкового барьера. 20 января состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали Че Джон Хёп, Никаида Фуми, Накагала Тайши и Ямасито Мидзуки. Че Джон Хёп с энтузиазмом сказал, «В сценарии многие ключевые моменты очень похожи на фэнтези, но мне хотелось показать их более реалистично». Никаида Фуми поделилась, «Мне сложно посчитать, сколько в сценарии душераздирающих моментов, которые заставляют почувствовать, будто ты только что прыгнул в пропасть». Ямасито Мидзуки высоко оценила Че Джон Хёпа, который впервые снимается в японской дараме, сказав, «Он очень хорошо говорил по-японски с того момента, как прочитал сценарий. Я помню, как была впечатлена тем, насколько усердно он работал. Я люблю тебя будет транслироваться по вторникам на канале ТБС». Утром 23 января Юаин появился на втором судебном заседании, связанном с обвинением в употреблении наркотиков в Центральном районном суде Сеула. Юаин вошел в зал суда, не ответив на вопросы журналистов, интересующихся признал ли актер обвинения. Второе заседание продлило всего полчаса. Актер не давал публичных заявлений после слушания. Юаину предъявлено обвинение в 181 случае употребления наркотиков в период сентября 2020 по март 2022 года в больницах Сеула. Предположительно, наркотики использовались как анестезия во время косметических процедур. Также Юаина подозревает в 44 случаях получения 1100 статкотворных таблеток под чужими именами с мая 2021 по август 2022 года. Актера обвиняют в курении марихуаны в США в компании еще 4 человек. Во время слушания в декабре прошлого года представитель Юаина отметил «Мы признаем обвинения, связанные с употреблением марихуаны. Однако стороны актера отрицают обвинения по другим пунктам, в том числе оспаривают обвинения в подстрекании к употреблению марихуаны, попытках уничтожить улики и другом». Фильм «Раскопанная могила» поделился новыми пугающими постерами. «Раскопанная могила» – это оккультный мистический триллер, который расскажет о невероятных событиях, произошедших с мастером Фэншуй, крабовщиком и двумя шаманами. Компания перемещает могилы в обмен на деньги. На первом постере Чей Миншик перевоплощается в мастера Фэншуй, который должен определить территорию. Напряжение на его лице намекает на сложность ситуации, в которой окажутся герои. Ким Гоин выступит в роли Хварим – шамана, задабривающего мстительных духов. Ю Хэ Джин сыграет грабовщика Йон Гына с острым взглядом и библей в руках. И Ду Хён перевоплотится в шамана Бун Гиля, преуспешившего в работе с заклинаниями. Премьера фильма «Раскопанная могила» состоится 22 февраля. Картину пригласили на 74-й международный берлинский кинофестиваль. Недавно были опубликованы фото из совместной фотосессии Улея и Джао Цзин Май. Актеры украсили обложку февральского выпуска журнала «Эль». Фотосессия посвящена премьере дорамы во время метели, поэтому на снимках целит романтичная, трогательная атмосфера на фоне зимних пейзажей, картин с северным сиянием, имитация льда и снега. В сети распространили фото со съемочной площадки дорамы «Великая принцесса». Исполнители главных ролей Джан Лин Хэ и Джао Цзин Май снимались в романтической сцене, в которой они прячутся от снега под зонтиком. Ли Жун и Пэй Вэйн Сюань поженились в возрасте 18 лет. Ли Жун воспользовалась поддержкой Пэй Вэйн Сюаня в сложное для нее время. Он также извлек выгоду из политического брака с принцессой. Это союз по договоренности без малейшей привязанности. Ли Жун затерялась в праздной жизни. Пэй Вэйн Сюань редко появлялся дома, потому что в его сердце была другая женщина. К 30 годам они все еще связаны браком, и между ними нет ничего, кроме власти. Неудивительно, что их настроили друг против друга, и в результате интриг они погибают. Однако герои просыпаются в возрасте 18 лет, снова в самое трудное для них время. Пэй Вэйн Сюань снова предлагает Ли Жун пожениться, и она соглашается, но с оговоркой, что как только их дела станут лучше, они разведутся. Через указанное время Пэй Вэйн Сюань осознает, что не готов отпустить Ли Жун. Настало время посоветовать вам Дораму, и сегодня это Дорама «Вернись от Джесси» или «Привет с того света». Сюжет основан на романе японского автора Асада Дзиро «Семь дней менеджера Цубаки Яма», написанного в 2002 году. Комедийная и фантастическая история о том, как удачно сбежать с того света по дороге в рай и вернуться к жизни. Дорама рассказывает о людях, которые связаны с универмагом Сон Джим. Помощник менеджера Ким Мюн Су работает в женском отделе и отвечает за большинство распродаж. Он уверен, без него магазин пропадет. Вечно занятый на работе, он мало времени уделяет своей семье. Жена Шин Дахе находится на грани разочарования в муже, а их дочь скучает по папе. Но даже в выходные Ким Мюн Су срывается на работу и забывает данное обещание. Однажды напившись после бизнес-встречи, герой придет к месту работы и видит незакрепленный плакат. В попытке прикрепить его, он отключается из-за чрезмерного количества алкоголя и срывается с крыши универмага Сон Джим. Другой персонаж Дорамы, Хан Ги Таг, работает в кафе шеф-поваром, а коллеги являются членами его преступной банды. Давняя любовь героя, актриса Сон И Йон, замешана в скандале с молодым любовником. Хан Ги Таг решает помочь ей и пытается разобраться в сложившейся ситуации. Находит виновника и избивает его, но позднее попадает в объектив папарацци вместе с Сон И Йон. Заметив репортера, он отправляется за ним, но происходит страшная авария. После этого оба героя просыпаются на безлюдной станции. Ким Мюн Цу и Хан Ги Таг – единственные пассажиры на платформе чистилища. Как же они оказались в той загадочном месте? Понимание того, что оба мертвы приходят к ним вместе с последними воспоминаниями. Вскоре в билетной кассе чистилища им выдают приговоры. Хан Ги Таг определен в рай, так как был убит, что шокирует героя. А Ким Мюн Цу, наоборот, распределен в ад за самоубийство. Но ведь это ошибка. Как мог послушный гражданин и трудоголик быть обречен гореть в огне, а преступник наслаждаться на небесах? Ким Мюн Цу горько плачет. И, о чудо, его искренность и признание недостатков помогают заполучить прощение и пропуск в рай. Оба отправляются на поезде в последнюю поездку. Однако на середине пути герои осознают, что еще не готовы уйти из жизни, ведь у них остались на земле срочные дела. Они решаются выпрыгнуть из вагона, ведь дважды не умирают. И действительно возвращаются к жизни. Беспрецедентный случай создает переполох в диспетчерское чистилище, и все же героям дают возможность вернуться к жизни. Но при трех условиях. Во-первых, никто из живых не должен знать о том, кто они на самом деле. Во-вторых, запрещено мстить. В-третьих, нельзя вмешиваться в жизни других людей. Если они нарушат хоть одно правило, то подвергнутся забвению и будут полностью стерты из воспоминаний. Для связи с тем светом им выдают специальные телефоны и часы, которые показывают время, отведенное для завершения дел и возвращения обратно. Пока герои были в загробном мире, дарами в мире живых прошел месяц. Вернувшись к жизни, парни получают тела, которые абсолютно противоположны им по внешности и, в принципе, их личностям. Коротышка Ким Мин Цу превращается в сексуального и накачанного мужчину, в то время как брутальный бандит Хан Ги Так перевоплощается в хрупкую девушку. Выбора нет, дела придется завершать в таком обличии. Хан Ги Так притворяется своей выдуманной сестрой по имени Хан Хон Нан и узнает из статьи, что его возлюбленная Сон Ион изменщится и встречается с бандитом. В кафе он поменялся владелец, а его друг Син Дже предал банду и стал телохранителем Сон Ион. Между тем, Ким Мин Цу выясняет, что его смерть сошли самоубийством из-за грозящего увольнения после полученной взятки. Работодатель скрыл истинную причину и подставил его. Во время прогулки по магазину герой встречает бывшую жену Шин Дахе, которая устраивается работать консультантом, но не раскрывает ей правду. От его глаз не ускользает и тот факт, что к Шин Дахе неравнодушен один из сотрудников. Вскоре выясняется, что программа создания тел совершила ошибку, и Ким Мин Цу вылитый незаконнорожденный сын председателя универмага Сон Джим, Ли Хэ Джун, который вот-вот вернется из США. Дабы избежать столкновения двух Хэ Джунов, диспетчер Стала Света устраивает для настоящего авиакатастрофу. Пока мужчина познает участь Робинзона, Мин Цу должен успеть завершить свою миссию. Особенно теперь, когда ему попадает возможность стать руководителем отдела. Так, между Мин Цу, Шин Дахе и Чон Джихуном зарождается любовный треугольник. Что же может быть общего у таких разных героев, как Мин Цу и Гитак? Они связаны куда больше, чем думают. Их уже поджидает общий враг. Смогут ли они решить загадки судьбы и не попасться? Чтобы узнать, что произойдет с героями, посмотрите эту драму. Напишите в комментариях, если смотрели, понравилась она вам или не понравилась, а также, если вы решили ее посмотреть. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон!